В Сарове около 35% взрослого населения страдают гипертонической болезнью. То есть практически постоянно их артериальное давление выше 140 на 90 мм рт. ст. При этом люди могут не догадываться, что больные, как правило, симптомы долго не проявляются. На протяжении многих лет повышенное артериальное давление пациентами никак не ощущается. И организм адаптируется к повышенным цифрам давления. И, как правило, уже когда возникает инсульт и инфаркт, пациент узнает, что у него было повышенное давление. Гипертонию важно выявить на ранней стадии, когда еще можно изменить образ жизни пациента и назначить базисную терапию, которую он должен принимать на протяжении всей жизни. Это поможет снизить давление и предотвратить инфаркт и инсульты. Основными факторами риска любого сердечно-сосудистого заболевания, в первую очередь гипертония, является малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем. Нерациональное питание, стрессовые ситуации. Естественно, большой вклад в профилактику и в том числе и лечение является коррекцией факторов риска. Для выявления гипертонии в поликлинике номер 2 открыт Центр здоровья, куда может совершенно бесплатно обратиться любой совершеннолетний житель города. Специалисты обследуют пациента, проконсультируют и дадут рекомендации. Записаться на прием в Центр здоровья во второй поликлинике соровчане могут по телефону 952-45. Кроме того, врачи советуют горожанам проходить диспансеризацию. Диспансеризация – это тоже профилактическое направление, в том числе и для выявления, в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний. Диспансеризацию может пройти любой работающий и неработающий пациент, начиная с 18 лет. Если до 39 лет – это раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Диспансеризацию надо проходить в поликлинике по месту прикрепления. При этом граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, а работники предпенсионного возраста – на два рабочих дня один раз в год. Их средний заработок сохраняется. Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.